Девушки отдыхают В семье из пяти человек Хотя переезжаем-то всего-навсего на пару-тройку недель Ну, как пойдет В школе карантин, в Москве детям делать нечего А в Подмосковье уютная дача любимой соседки Которая наверняка уже жалеет о своем поспешном предложении Жалею ли я? Точно нет Ну и что, что доработать теперь два часа? Зато какой воздух! Столько простора! И один большой, пусть и временный дом Для троих любимых детей Девушки отдыхают Инга еще не появлялась Вообще-то мы сегодня ее рано не ждем Не пришла еще, говорю тебе Вообще-то она хотела в квартиру заехать Ей что-нибудь передать, когда появится? Подожди, ей передать что-нибудь? Алло! Алло! А! Наши радары его засекли! Это ограбление! Какое ограбление? Мы сами полиция! Слушай, мои соседи иногда играют в ледниковый период Вымирают, как динозавры Всех обошла, кого знаю Никто не открыл Ты что делаешь? Положи сейчас же Я помочь хочу Это врач еще называется Я сама все уберу Положи, говорю! Я тебе завтра новую кружку куплю, ладно? Я умоляю Этой кружке уже 500 лет, наверное Ой, не, ну надо же так было, а? Увезти на дачу все И пылесосы, и веник Сейчас Ты что, ментов вызвала, да? Чего? Ты что, ментов вызвала? Я туда не вернусь Я не вернусь, Инга, я тебе верю Я не вернусь туда Я не вернусь туда Тёма, Тёма, ты чего? Нет, 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 я не делаю Я знаю, что ты Это правда, это скорая просто Я знаю, я знаю, что ты не убивала Почему мне не перебили? Почему мне не перебили? Я тебе верю, я тебе верю Тихо, 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 тихо Я этого не делала Я знаю, что ты не делала Тихо Всего хорошего Вот Можешь спать здесь, можешь в комнате Как тебе удобнее Смотри, вот в тех шкафах у меня Крупы, макароны, чай, сахар, кофе Все, бери. Завтра я тебе зубную щетку привезу и нормальной еды. Так, что еще? Ты уверен, что я могу здесь остаться? Ну, конечно, уверена. Ну, сам же видишь, квартира пустует. У меня здесь дороже шубы, которой мне папа подарил, все равно ничего нет, так что мне волноваться все равно не о чем. Отдыхай. Спасибо. Инга. Ау? Телефон. Спасибо. Спасибо. Звоню тебе, пишу. Ты трубки не берешь, потом опять звоню, пишу. Да ладно, ты звонил серьезно? Да, посмотри. Звонил, писал, посмотри, посмотри. Потом опять писал. Я просто не слышала, прости. Понимаю. Инга, я тебя прошу, пожалуйста, не выдавай меня, я тебе завтра все объясню. Я тебя домой одну не отпущу. Ты знаешь, мне, конечно, чертовски приятно это слышать, но ты все-таки можешь мне объяснить, что стряслось-то? Пока этот псих гуляет по городу с пистолетом, ты будешь жить на даче. Поняла? Я надеюсь, он не знает, где она находится? Он там тебя не найдет? Какой псих, Егор? Циркин. Вот какой. Да-да, вчера вечером он опять совершил нападение. Пойдем. Ты же даже его никогда не видел. Почему ты так говоришь? Что ты знаешь вообще о нем? Что я знаю? Уж поверь мне, достаточно для того, чтобы сделать правильный вывод. Нет, спасибо не буду. Ну, хорошо, скажи мне, пожалуйста, почему он ушел со скорой? Ты же все у нас знаешь про людей, инженеров человеческих душ. Молчишь? Потому что такой человек, как он, не может быть врачом. Не может. Взбалмошный, психически неумновешенный человек. Алкоголик запойный, у которого проблемы с самоконтролем. Ну, положим, и не в детстве его, не то что ангел. Но в наше время достать оружие, это плевое дело. Он думал только, что по телевидению передавали, что в одной... Папа! А что папа? Странная иллюзия. Сразу клеймо надо ставить. Если у человека проблемы с алкоголем, это не значит, что он убийца. Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, когда ты последний раз, а самое главное, где ты последний раз видел из Циркина? Вчера. Когда его выпустили, помогала продукты купить. Я ушел, Юрий Семенович. Так. Ты можешь думать обо мне все что угодно. Что я... Если я контролирую тебя, только я тебя прошу об одном. Пожалуйста, сделай хоть раз в жизни то, о чем я тебя прошу. Хорошо, я тебе обещаю. Обещаю тебе, если он со мной свяжется, я тебе сразу позвоню. И? Ну, нет, слушай, ну, это бред какой-то. Почему ты считаешь, что если я пересеку чертунка, то он сразу меня пристрелит? Мне нужно в Москву, в конце концов. У меня работа. Егорка, все будет путем. Я лично за ней прослежу. Инга, дочка, ты здесь? Дочка, ты здесь? Вот какая-то... ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вставай! Подъем, я сказала! Черт! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Я тебе сказала, вставай! Быстро! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло? Да, папуль. Да нет, сон, все в порядке. Слушай, ну, почему сразу сбежала? Я тут сейчас одну проблему быстро решу и приеду, хорошо? Ага, давай, целую. Назови мне хотя бы одну причину, почему я сейчас не должна вызвать наряд полиции. Если бы хотела, давно бы уже вызвала. Считаешь, так хорошо меня знаешь, да? Я тоже думала, что я тебя знаю. Не смей меня трогать, понял? Я умею обороняться, в отличие от этих несчастных женщин, еще я умею… Я никого не убивал! Мам! Ни одну, ни вторую. А откуда ты тогда вообще знаешь про вторую? И откуда у жертвы твой номер телефона? А мне не жертва звонила, а убийца. Я понятия не имею, кто он такой. Я понятия не имею, кто он такой. Разговаривал он со мной так, как будто мы с ним тысячу лет были знакомы. Прощения просил. Сказал, что не ожидал, что меня во всем этом обвинят. А потом помолчал и добавил, что, наверное, так даже лучше. Про вторую свою жертву, тоже сказал, которая у него на глазах умирала. Так и сказал. Ну, это он наврал. Она оказалась сильнее, чем он думал. Ей врачи говорят, у нее есть шанс. Ну, так, значит, она подтвердит? Ну, так, значит, она подтвердит? Ну, так ведь у него. Кстати, у меня, ну, так Больше никакого алкоголя. Ни граммы, ни капли. Учуя подвох, помощи больше не жди. Это раз. Второе. Из квартиры не выходить. Созваниваемся по-домашнему. Два коротких звонка, третий длинный, на который ты должен ответить. Это значит, что звоню я. И третье. Никакой лжи. Ясно? Ну, почему я сразу вру? Я авансов набрала, люди мне доверились. Я не могу поставить свою жизнь на паузу из-за каких-то там подозрений. Которые, кстати, в конечном счете могут и не оправдаться. Ну, конечно. Твой приятель невинен, как ангел. А то, что сбежал, ну, ничего страшного, подумаешь. Слушай, убежал, прибежит. Не согласна. Это все выглядит подозрительно, но… Ну, послушай, ты же можешь на секунду хотя бы предположить, что это не он. В конце концов, где доказательства того, что он там был? Где? Пальцы, ДНК, камеры, что-нибудь? Если он там был, то найду. А он там был. И вообще, я же не спрашиваю твоего совета. Если вопрос в деньгах, то я решу. Ты только скажи мне. Ну, пожалуйста, не лезь на рожон. Я тебя очень прошу. Инга. А вы, какому? А я к минии Серебряковой здесь живет. Может, знаете, просто договаривались встретиться, звоню, я дозвониться не могу, вот решила зайти и проверить, все ли нормально. Господи, кошмар какой. Как же так? Мне вот муж машину водить не разрешает, говорит, опасно, авария и все такое. Бывает, что, авария тогда дома, вот так. А вы, там, как сейчас называется, в ГИБДД работаете, да? Да, слушаю. А, Димыч, это ты? Да нет, пока ничего не слышно. Ничего, я в альбом. Десять лет прошло, как вчера. Десять лет. Вот так жизнь и проходит. Совсем не изменилась. Кто? Нина. Да это же моя сестра. Зараза, а! Чёртова блогерша! На чужом горе решила лайки заработать! Только попади с ней на дороге! Ну, подожди, посмотри хорошенько. Может, всё-таки кого-нибудь из них видел? Ну, я не знаю. Слушай, может быть, но нет. Лучше отвечу, а то хуже будет. Алло! Да, дорогой, привет! Как дела? У меня? Да, отлично! Слушай, ну, какая разница, где я? Скажи, а ты правда волнуешься или ты просто искал повод наорать на меня? Завралась. И опять ничего. Район обитания. Образ жизни, увлечение, знакомые. Между жертвами нет ничего общего. Я знаю, Журавлёв эту тему хорошо проработал. Ни единой зацепки, кроме тебя. Но ты мне не помогаешь. Я пытаюсь. Ты плохо пытаешься! Откуда у него твой номер? Ну, что он мне делает? Что он мне делает? Скажи мне. Ну, и что? Сдай меня своему журавлёв. Сдай меня своему журавлёв. Все равно я здесь как в тюрьме сижу. Я все потерял. У меня нет ни семьи, ни работы, ни друзей. Все пропил. У меня нет ничего. И знаешь, почему я тогда с Маринкой поругался? Ни из-за блога нет. Потому что я выпить хотела, а она мне запрещала. Хорошо. У нас все еще есть ее блог. И там мы будем искать. Миллион подписчиков. Все равно все что стараться пересчитать все волосы на голове. Ну, и тут все. Третье. 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 Не трогай меня. Ты первый начал. Угомонились оба. Сейчас. Вам телефон. Написано дом. О, как там уж мы шли дом? Ключ, наверное. Дай мне телефон. Дай, пожалуйста. Николь, дай мне телефон, сейчас же я говорю. Он сказал мне тогда, что это я во всем виноват, и что мне с этим жить? Я сейчас все наконец-то понял, что это значит. Не понимаю ничего. Ты можешь яснее говорить? Ты выпил, что ли? Фотография в твоем телефоне. Я не мог вспомнить, где я его видел. Кого ты видел? Я не понимаю, кого? Нину? Мужа ее? Инга, прости, я зря тебя втяну во все это. Я, правда, сам во всем этом виноват. Алло. Алло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Журавлёв, Журавлёв, Жу… Журавлёв. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ты не в мою машину влетела, ты на деньги влетела! Что молчишь? Давай, думай, как мы будем проблему решать! Ну, врезалась и врезалась! Я что теперь поделаю? Назад же не отмотаю! Вот, пожалуйста, документы мои! Вызывайте там, кого надо, ментов или не знаю! Слушай, ну, если я тебе скажу, что я дома, ты же мне всё равно не поверишь! Ну, смотря, о каком из домов идёт речь, я у тебя по документам. Так что, если ты не одна, у тебя есть ровная минута, чтобы спрятать своих кавалеров! Как под окнами? Подожди, в смысле? Сейчас увидишь, я подымаюсь! Дура, не вправо останешься! Дура, не вправо останешься! Думаешь, что я тебя не найду? Дура, сейчас я тебя устрою! Как можно быть такой безответственной? Дверь открыт, свет горит, тебя нет! Циркина тоже нет, если тебе это волнует! Да нет, ну, не только… Что? Да волнует, я больше не хочу тебе врать! Господи ты, боже мой! Спасибо тебе большое! Инга, спасибо вам огромное! Я говорил тебе, не лезь в это дело, что это дело полиции! Я говорил мне сообщить, если он выйдет на связь! Я тебе об этом говорил? Ну, конечно, зачем меня слушать? Я же учу тебя жизни! У меня просто не было никакого выбора! Я же не могла сдать невиновного человека! Что? Невинного человека? А что означает кровавая буква «С» оставленная жертвой, если не Циркин? Какая «С»? Ты ничего мне об этом не говорил? Да! Здрасте! Здрасте! А мне бы Ингу хвостикало! Пожалуйста! Задняя фара сама себе не починит! А полицию беспокоить бы таким мелочам! Зачем? А вы, наверное, муж, так? Мы вот и посидим, покумекаем по-мужски! Даже не знаю, позволено ли мне лезть в жизнь этой сильной независимой женщины! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло! Буду через двадцать минут! Нина Серебрякова скончалась в больнице! Это так, на всякий случай! Так что передай своему приятелю, при следующей встрече, что на нем теперь два убийства! Вы позволите? Спасибо! Муж, да? Знаете, вы подпишите здесь и здесь мне этой страховой! Ух! 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 начинается провал начинал бы до егорушка каждый день с таких новостей глядишь у меня и давление перестала бы скакать а ты что-то вот неважно выгонишь может взял пару от голов и за город на природу я могу пару мест подсказать но сначала отчет понял у меня и город бросил кажется понятно конечно работа забросила детей запустила машина просто так хотелось ему помочь а все бестло ты же понимаешь куда я не стала несложно было догадаться не печалься машину она разбила журавлев ее бросил как бросил так и поднимет ну выше нас все живы-здоровы слава богу смерть любимых это единственное из-за чего стоит видеть слезы так себе утешение конечно а хотя ты прав и чего тут говорить чего тут сижу ною а ведь даже представить невозможно что например чувствует артем или серебряков может и женщина которая вчера умерла все таки умерла ты же говорила что подожди подожди что с тобой подожди 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 я кажется поняла я кажется поняла я поняла почему мы не могли найти связь между жертвами потому что ее нет их убили для того чтобы наказать тех людей которые их любят понимаешь их близких ты же сам только что сказал что смерть близких это самое страшное что может случиться правильно так что же это получается получается надо было искать связь между серебряковым и артемом когда тема звонил мне в последний раз он так и сказал это я во всем виноват понимаешь это я во всем виноват это я во всем виноват это все? нет а ты меня слушал сейчас? скажи а ты сама не устаешь от своих безумных теорий? потому что я устал очень Егор я понимаю что ты злишься я виновата я все понимаю но это к делу не относится нет никакого дела все дело закрыто все нет вторая жертва сама указала на Циркина что тебе еще нужно? ну это ты так решил что она указала на Циркина мотива нет понимаешь никто не убивает людей просто так ну что мне нужно сделать? вошли на колени что ли здесь бухнуться перед тобой? цветов что ли тебе принести надо было? на с днем рождения спасибо вот я тупица буква С это не Циркин буква С это цветы понимаешь как добиться того чтобы женщина пустила к себе домой абсолютно незнакомого мужика всего то прийти с букетом цветов офигеть возьми на заметку кстати гонки сㅠㅠ тут держите Васильев Александр Евгеньевич год назад похоронил свою супругу Ирина Васильева умерла от инсульта по дороге в больницу угадайте кстати с трех раз кто дежурил в тот вечер на скорой артем именно он Васильев накатал нему кучу жалоб, естественно, потом обвиняют в пьянстве, в халатности, в крупной пригодности и даже в убийстве собственной супруги. Ну, в общем-то, скандал замяли, естественно, ну как естественно, просто уволься, там, ограничились увольнением, ну и все. Даша, у вас все, пожалуйста, тихий скромный вдовец. Да, да, тихий скромный вдовец. Иди сюда, садись, давай, ты умница какая. Так, слушайте, я не понял, а тогда при чем тут гаишник? А, я тебе скажу, при чем здесь гаишник. Узнай. Ну, ты моя умничка, ты такая умная. Идите, узнай. Ты такая красивая, ты такая хитрая. Дурацкая история. Хотел бы забыть. В прошлом году припарковался на пешеходке. Ну, протокол, эвакуатор, штаб-стоянка, да все как обычно. Он, когда прибежал, кричат, что-то начал про больную жену, которая спешит. А я что, эвакуатор, тронулся, все по закону. Да у меня так каждый первый. На жалость давит. Кого мать больная, у кого работа, у кого дети дома одни. Это уже потом, когда он жалобы на меня строчит стал, я узнал, что жена умерла. А он вбил себе в голову, что если бы не заминка с машины, он бы вернулся домой пораньше, и этого бы не случилось. Да нет, это бред. Ну, что бы из-за этого? Да бред. Я потом выяснял, там врачи напортачили. Про нее Артем сделал все, что мог. Ну, бывают такие случаи, когда помочь уже просто нельзя. А с этой Васильевой вообще дурдом был. Мы приехали на вызов, дверь закрыта, минут 20 там точно проторчали, пока муж явился. И на этом, кстати, Артем настоял, чтобы дождаться. У нас вообще так нельзя. Вызовы идут один за другим. Однако в жалобе говорится, что отчем был нитрес. Так ведь это его день рождения был. Ну, накатили перед началом дежурства пять капель, не больше. Я это сам видел. А ее муж начал скандалить на эту тему. И знаете что, не поднимем тогда скандал на ровном месте, мы, быть может, и успели бы ее довести. Ну что, все сходится. В смерти своей жены... Он винил двух человек. И если Артема хотя бы уволила, то Серебрякова ему предъявить было нечего. Так что проблем с арестом у нас не должно быть. Не думаю, что он будет все отрицать. Что это? Поехали. Отвезу тебя куда-нибудь. Я вообще-то с тобой поеду. Начинается. Слушай, ну я в конце концов полное право имею. Да имею, имею ввиду. Да имею ввиду. Что значит «нет»? Вы с ним сорок минут назад созванивались, он сказал, что дождется нас здесь. И тем не менее, его нет. Как раз сорок минут назад он поехал домой. И если я ему больше ничем не могу помочь… Подождите, вы уверены, он действительно сказал, что поехал домой? Ну да. Инга! Еще букет. Кому? Год назад, когда у Александра умерла жена, он уже работал у нас? Он работает, у меня уже пятый год. Мы поддерживали его, как могли. Так, скажите, пожалуйста, кроме врача, скорой помощи и сотрудника ГИБДД, еще кого-то, он мог винить в смерти своей жены. Ничего такого вам не говорил? Я… Я не знаю. Ну подумайте, пожалуйста. Вспомните. Я и сам себя винил. В тот день, когда это все произошло, он хотел отпроситься, но надо было отчетно сделать. Кто же знал? Где сейчас ваша жена? Дома? Какая жена? Я в разводе. Дома дочка. Адрес. Ну быстрее, живее! Адрес пишите! Я не понимаю, что происходит. Звоните дочке и скажите, что мне выходило. Дома никому не открывал дверь. Бегом, 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 бегом! Здравствуйте. А вы к кому? Ника? Да. Ну, значит, к вам. Отпустите меня, пожалуйста. Что я вам плохого сделала? Замочись! Открывайте! Полиция! Мужчина, туда нельзя! Там моя дочь! Вы имеете право меня не пускать! Мужчина, ждите здесь! А ну, покажите удостоверение! Покажите! Вы, 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 вы не знаете... Скажено вам, ждите здесь! Мужчина, ждите здесь! Открывайте! Полиция! Жива? Будь жива. Открывайте! Да, я... Александр, вы меня слышите? Это Инга Хвостикова. Я приходила к вам на прошлой неделе. Вот слышишь, что на мою дверь выстрелю? Вы меня поняли? Я хочу поговорить с вами о вашей жене, хорошо? Я думаю, она была замечательным человеком, вы наверняка ее очень любили и любите до сих пор, и... Наверное, просто невозможно смириться с потерей. Хочется найти виноватого... начальник или равнодушный гаишник или нерасторопный врач, но... А правда в том, что... Виноватого нет. Дочи! Так просто случилось, понимаете? Так бывает. Это чудовищно, но это так. У вас просто разъедает чувство несправедливости, кажется, что что-то можно исправить, но вашу жену не вернуть. Это просто замкнутый круг. Как вы думаете, что сделала бы она, если бы узнала, до чего вы дошли? Я не думаю. Я это знаю. Выamin. Спасибо. Спасибо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Попросить прощения у того, перед кем виноват, сложно. Но это только пол-дела. Простить себя самого порой в сотни раз сложнее. Тема, ты слышишь меня вообще? Ау! Тема, ау! Слушай, ну кивай, Ниха, чё тут перед тобой распинаюсь? Молодец. Тогда повторяй за мной. Я Артём Циркин. Давай. Говори, говори. Я Артём Циркин. Отлично. Торжественно клянусь, поскорее поправиться и вернуться к врачебной практике. Давай-давай. Говори. Обещаю. Ой, прости, пожалуйста. Ну, как всё прошло? Слушай, я там сейчас встретила такого странного типа. У него такое лисо было, как будто он хочет всех застрелить. Слушай, всё, пойдём, не начинай. Давай подождём чуть-чуть, посмотрим. Пожалуйста. Пойдём, я тебя маняю. Ну, сын, почему? За что? Такие грехи я расплачиваю. Ну, пожалуйста. Слушай, я тебя маняю. Хватит, пожалуйста. Хватит, пожалуйста. Слушай, я тебя маняю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова